Дорогие друзья, сегодня у нас в гостях заместитель управляющего фитнес-залов Алекс Фитнес, Ибрагимов Долгат. Долгат, привет. Приветствую. Вот хочу сегодня задать несколько вопросов, очень интересных, по поводу того, какие вообще тренеры нужны в зале, нужен ли функциональный тренинг, какой должен быть тренер, что он должен знать, что он должен иметь, как он должен выглядеть. Долгат, вот есть какие-то вот конкретные характеристики тренера, вот как он должен выглядеть, вот там здоровый должен быть, или он должен быть просушенный там обязательно. Да, конечно, я сейчас все это объясню. Конкретных тенденций нет. Вот к понятию тренер, он должен быть вот здоровый, сухой, худой. Таких тенденций нет. Почему? Потому что прежде всего, когда приходит клиент к тренеру, он смотрит на его знания, на его опыт тренера. Тренинский непосредственно. Почему? Потому что эта работа не такая уж простая, как кажется. Тренер вроде показал упражнения, что нужно делать, что не нужно делать. Также тренер должен знать анатомию человека очень хорошо. Тренера у нас идут с медицинским образованием, ценятся тренера у нас. Должно быть обязательно физкультурное образование у человека? Или все-таки больше важен какой-то опыт его работы, то есть опыт общения с людьми может быть? Вот общение с людьми, практический опыт, конечно, это какие желательно выступающих спортсменов, бывших спортсменов, каких-нибудь титулованных. Либо именно людей, которые обладают какими-то медицинскими знаниями. Реабилитологи, люди, окончившие какие-то медицинские учреждения. Какие мышцы, как они работают, как они сокращаются. Это все, конечно, необходимо знать. Фазы тренировок, соответственно, разные тоже бывают циклы. Каким образом? Вы как-то проверяете, каким-то образом тестируете спортсменов, тренеров, которые приходят к вам, чтобы взять их на работу? Да, конечно, у нас есть определенные критерии подбора персонала тренерского состава. То есть тренер приходит, у нас идет собеседование. Он рассказывает о себе, о своем опыте, о каком-то спортивном опыте. Потом пишет тест. Именно тест у нас идет, он больше на анатомию, да, на вопросы по анатомии. Около 25 вопросов. Если человек отвечает на 20 вопросов верных, то мы его берем. Ну, конечно же, потом я иду, прохожу с человеком в зал, спрашиваю по технике, несколько базовых каких-нибудь упражнений, технику упражнений, если он верно их показывает. Он вообще понимает, да, что к чему. То есть нету таких каких-то супер требований для того, чтобы устроиться в тренажерный зал? Таких супер требований нет. Тренером может стать, в принципе, каждый человек. Это главное желание. Какие вообще спортсмены требуются? Вот какие основные виды спорта, которые, вот спортсмены у вас тренируются? Ну, если брать тренировку, спортсмены, это, конечно, бодибилдинг, пауэрлифтинг. У нас свое направление есть. Я недавно летал в Точа, представлял интересы компании на Европейском бизнес-саммите фитнес-индустрии. МИОФ, вот есть такой саммит. Мы представляли там, я являлся сопрезентером, получается, направление у нас нового, РУСАП есть такое направление, сейчас русско-армейская подготовка. Это направление разработано именно компанией АЛЕКС ФИТНЕСС, вот, это функциональный тренинг. Ну, то есть одно из направлений функционального тренинга. Да, одно из направлений. То есть вот функциональный тренинг, он сегодня популярный. То есть тренировки именно не накачка мышечной какой-то массы, а именно делает мышцы качественные, чтобы они были работоспособны. И вот такая подготовка, я так понимаю, она имеет огромное прикладное значение. Конечно, функциональный тренинг, он необходим как не только профессиональным спортсменам. И могут заниматься, в принципе, и обычные люди, обычные клиенты, которые к нам приходят, бросить лишний вес. Сейчас функциональный тренинг очень необходим. Ну, для профессиональных спортсменов это повышение выносливости, повышение скорости. Функциональный тренинг очень сейчас развит, он необходим. Ну, мы говорим, да, это много сегодня. Есть функциональное многоборье, есть кроссфит. И вот я понимаю, это как бы такое ответвление, это руссап. Да, руссап, это такое же ответвление, включающее где-то и немножечко какие-то, может, боевые действия. Должен ли тренер быть специалистом и в накачке, допустим, и в функциональном тренинге, я не знаю, в пилатесе? Такие вообще есть? Или все-таки тренеры в основном достаточно профилированно направленные? То есть, допустим, есть тренер, ну, к примеру, по пилатесу, есть тренер, допустим, по функциональному тренингу, есть тренер по накачке массы? Конечно, но у нас, вот, в нашем клубе представлены тренера, все равно это опыт. Если тренер может провести и функциональный тренинг, и боевые искусства, и дать хороший кач человеку, то это опыт тренерский все равно, и такой тренер будет... Вот какие тренеры вот сегодня максимально вот востребованы? Вот какое направление, прямо вот первое, второе, третье, допустим, если мы говорим о каких-то групповых занятиях, функциональном тренинге, там, накачке? Ну, это фитнес-тренер, конечно, в первую очередь, потому что большинство людей все равно приходят похудеть в зал. Да, то есть, ну, привести свою форму, да? Привести мышцу в тонус, поддержать, где-то поднабрать. Функциональный тренинг тоже очень хорошо радует, потому что спорт сейчас у нас в России очень развит, и спортсмены, которые выступающие где-то на профессиональном уровне, на единоборствах, либо... Ну да, то есть, как УФП, УФП для других видов спорта. Которые сейчас готовятся просто гонки героев, вот у нас гонка героев, она очень сейчас популярная такая, вот, и люди приходят именно на функциональный тренинг, и люди, которые занимаются функциональным тренингом, выступают, соответственно, на гонки героев лучше, нежели... Ну да, логично, потому что там надо преодолевать препятствия, бежать, потеть, пыхтеть, конечно, выносливость повышается. Возможно ли, допустим, прийти и открыть какую-то вот секцию у вас в клубе? То есть, допустим, ну, к примеру, вот мы говорим о гиревом спорте. Возможно это? Есть такая возможность? Ну, у нас в клубе, если только вот я возьму тренером, например... Да, конечно. Да, и ты можешь развивать, двигать гиревом спорте. То есть, какое-то направление можно, в принципе, развивать? Да, конечно, это приветствуется у нас. Поэтому, как я уже говорил, препятствия у нас существуют только в нашей голове. И я уверен, что каждый, кто обращается в подобные фитнес-клубы, в огромные фитнес-клубы, в фитнес-центры, я думаю, что у всех есть шанс сделать какое-то свое направление. Я слышал, вот много сегодня каких-то там с маленькими штангами люди работают, функциональный типа тренинг, да? Какие-то бодибары, какие-то мячики надувные, вот эти вот медболы, не надувные, а медболы вот эти вот тяжелые, да? Да, медболы, ага. То есть, что-то есть такое, да? Да, конечно, есть такие направления тоже. Все равно функциональный тренинг, он есть функциональный тренинг, а разветвления идут от него уже разные абсолютно. То есть, там уж люди на что гораздо. То есть, вообще, в принципе, функциональный тренинг. Это вообще все новое, хорошо забытое, старое. Вот взять обычную борцовскую круговую тренировку, это, в принципе, и есть кросс-пит, это и есть функциональный тренинг, который был раньше, который был еще в СССР, вот. То есть, это работа в основном на выносливость идет, на повышение силовых показателей. То есть, вот это комбинация сила плюс выносливость. Сила плюс выносливость. И все это в режиме такой, какая-то такая специальная мощная работоспособность, чтобы человек был, я так понимаю, долго физически активным и при этом, как бы, сохранял боеспособность, можно так сказать. Если говорить об этом, если говорить о борьбе, о боевых искусствах, то это тоже боеспособность. Потому что нужно продолжать схватку, когда тебе уже совсем плохо. У тебя все равно продолжать ее надо, потому что еще три минуты твои не закончились. Отлично. Большое спасибо, Долгаты. Я всегда рад посетить фитнес-клуб «Алекс Фитнес». Мы всегда рады вас видеть. Всего хорошего. Спасибо огромное.